Уважаемые дамы и господа, ну вот и настало время представить вам главный бой турнира RCC Intro. Три раунда в полутяжелом весе до 93 килограммов по правилам MMA. Владимир Сильверстов. Он же Сальвадор. Жесткий нокаутер. Щелкунчик RCC. Орехи. Соперники. Опасен. Вне клетки. Характер спокойный. Женат. Дочь. Асылжан Бактужанулы. Скороговорка. Говорить быстро. Асылжан Бактужаналы. Он же САК. Очень сильный. Кулачник. Кикбоксер. ММАшник. Мультибоец. Казахстан. Женат. Сын. Плачка это вообще нечто. Почувствовал эту атмосферу. Ментально, морально. Нужно было копнуть себя чуть глубже. Но это ММА. Я чуть-чуть, если часто, соскучился. Поэтому я буду максимально стараться включить все аспекты. Салжан крепкий боец. Опытный боец. Да, на самом деле он хороший ударник. На коротком удавлении я принял этот бой. Но я его знаю. Мы вместе проходили сбор в Дагестане. Мой рекорд говорит сам за себя. У меня очень много досрочных завершений. Мы два финишера. Я думаю, нас ожидает яркий поединок. И кто-то может одержать победу досрочно. Я люблю это дело. Я всегда готов. Война покажет план. В синего галактагона встречает и бойца из России, город Сызрань. Владимир Селиверстов. Владимир Селиверстов. Участник главного события сегодняшнего вечера. Город Сызрань, Россия он представляет. Его послужной список 14 победных поединков при 5 поражениях. Очень опытный боец. Дебютировал в 2013 году. Одержал победу нокаутом уже в первом раунде тогда. Над Романом Мангустовым. Но взял паузу. А взял паузу аж на целых 3 года. И до 2016 года не выходил в ринг. После чего вышел, одержал победу вновь. И вновь взял паузу на целый год. Потом выстроил себе более-менее такой серьезный график. Примерно 2-3 поединка в год. А в 2018 аж целых 5. И шел на прекраснейшей беспроигрышной серии. Сражался на таких турнирах, как Battle of Volga. Потом получил право сразиться на турнире GFC 21 за поезд. И, к сожалению, для себя первый раз в своей карьере потерпел поражение. А не от кого-нибудь, а от Олега Оленичева, который приехал туда и забрал поезд. Вновь попробовал свои силы на турнире GFC уже 26 через небольшую паузу. Но вновь неудачно. И вновь потерпел поражение. Взял определенную паузу. Не выходил практически полгода. А даже и больше. Он в клетку. Но потом на турнире Open Fighting Champion. Вновь вернул себя на победную серию. И пошло, как говорится, поехало. Правда, был у него один такая оказия. Пропустил он от Евгения Ерохина во втором раунде. И вновь оказался в нокауте. Предыдущий свой поединок на турнире RCC Intra 26 проводил. И был это его как раз дебютный поединок под баннером Лиги RCC. Тогда он получил право сразиться с Николаем Коваленко. И очень многих он удивил, что одержал победу нокаутом в первом раунде. Тогда донеся свой точный, плотный и акцентированный удар. Владимир Селиверстов поднимается в клетку. Ну а мы ждем приглашения его соперника. В красный угол октагона встречает и соперника из города Алматы, Казахстан. Асылжан Бакаджанулы из Казахстана. Топовый полутяжеловес своей страны. Второй, кстати, в рейтинге Среднего Востока сейчас. И восьмой в России, между прочим, в рейтинге полутяжеловесов. Воспитанник одной из лучших казахстанских лиг, Алаш Прайд. И очень долгое время выступал под баннером ACB, которая позже стала ACA. Провел там множество поединков, поддержал много красивых побед, в том числе нокаутами. Но вот конец карьеры в ACA как-то смазался. Проиграл нокаутом Буторину. Проиграл нокаутом Леонардо Силуи. И, насколько я понимаю, контракт со Солжаном продлевать не стали. После этого были два боя в казахстанской на Изи и на UAE Warriors, где были одержаны победы. Ну а в декабре 2022 года... А Солжан дебютировал в RCC, на RCC-13 поединком не с кем-нибудь, а сразу с Иваном Штырковым. И тогда проиграл единогласным решением судей. Ну и с тех пор начались такие, как я их для себя называю, злоключения от Солжана Бакаджинолы в Екатеринбурге. По ММА Штыркову проиграл. Потом, правда, съездил в феврале на UAE Warriors, победил. Но Арсению Смирнову по кикбоксингу в мае проиграл. Летом по кулачке вышел Фомичу, чем-то он у Топ-Дога проиграл. Ну и теперь, наконец-то, возвращение от Солжана в ММА. И будем надеяться, что не станет для него Екатеринбург уж настолько несчастливым местом. Дамы и господа, представляю вам участников главного боя турнира RCC Intro. В синем углу боец из России, город Сызрань. Ему 29 лет, рост 190 сантиметров, вес 93 килограмма, 150 граммов. Профрекорд 19 поединков, 14 побед, 5 поражений. Владимир Селерстан! Его соперник в красном углу из города Алматы, Казахстан. Ему 33 года, рост 189 сантиметров, вес 94 килограмма, 900 граммов. Профрекорд 18 боев, 14 побед, 4 поражения. Представляет бойцовский клуб «Файтинг» Альян Алматы, Асилджан Бахиджамулы. Рефери главного боя Максим Протасов. Ну что, друзья, все цифры, которые нужно знать на ваших экранах, промелькнули. Практически идентичный там рост, возраст, трекорд, это все не важно. У нас в главном бою два финишора в весовой категории до 93 кг. И это обязательно должно быть весело. Главный бой RCC Intra 28, друзья, для вас. Ух ты, пошли рубиться, ребята. Ну, в целом ожидаемо, учитывая финишорские свойства обоих. Но не так быстро, да, там даже финтов меньше было, чем сразу ударов. Ребята сразу пытаются включиться, но вот взяли небольшую паузу. Начинают так выцеливать чуть-чуть друг друга. Походу, Аналуи так немножко поджал здесь. Солджан, видимо, немножко выцеливает. Ну, а Солджан все-таки фаворит в этом бою. При этом Асолджан взял этот поединок, скажем так, относительно на коротком уведомлении. По-моему, недели за три, да, где-то? Да, где-то три с половиной недели, потому что изначально против Сильверстова должен был драться Михаил Рогозин. Да, к сожалению, огромный для болельщиков. Плотный локоть от Сильверстова. На выходе, да. Ну, кстати, Сильверстов умеет работать, когда в него никто не верит. Да, когда он не является, скажем так, фаворитом. С этим у него все в полном порядке. Поджимает к сетке. Одна победа приемом есть у Солджана в карьере. Но в основном, конечно, он жесткий панчер, потому что у него 10 побед нокаутами в карьере из 14. И подвернул под эти удары Солджан. Солджан, да. При этом у Сильверстова 11 побед досрочные именно техническими нокаутами. Нет ни одного сабмишинами. Ну и есть 4 победы судейскими решениями. При этом сам трижды проигрывал именно как раз-таки досрочно нокаутами, да. И тоже ни разу не поигрывал приемами. Вот такой вот мы дали немного... Ой-ой-ой-ой! А мы говорили, не моргайте, ребята. Правый боковой Сильверстов в большой-большой беде оказался. Но пока держится, пока держится. А Солджан вот зря клинчует. Зря идет в борьбу. Мне кажется, нужно попробовать. Но Сильверстов даже в таком состоянии может такую ответную банку с консервой закатать. Тут надо быть аккуратнее. Так что, может быть, Солджан, наоборот, правильно поступает. И уставшего пробитого соперника пытается в борьбу затащить. Перевести в парт. Но пока мы с тобой не видели ни одной попытки перевода. Успешный точно не видит. Но переводов пока нет. Бросался там за переводом под две ноги. А Солджан ни разу не смог. Но зато в клинче, смотри, здесь накидывает. Коротко работает. Смотри, вот этими коротко-короткими боковыми. А это все кулачка. Солджан постоянно, да, набрасывает, набрасывает. Это все подготовка к активному клинчу. Так, Солджан пошел за двумя ногами, но очень широко спролит Селиверстов. И это ему особо не помогает. И Солджан уже накинулся тут, как зверь, просто на свою жертву. Чуть-чуть меньше двух минут остается до конца первой минутки. И Селиверстову, ну, по-хорошему, надо либо контрить, либо терпеть. У него сейчас варианты у него. Смотри, Владимир поднимается. Такая тишина, да, в зале. Всем не хочется пропустить. В преддверии ожидания, да. Затишье перед бурей, такое чувство. Смотри, клинчует, клинчует, клинчует здесь, да. И такое ощущение, что Солджан вообще не планировал-то так сильно и переводить его. Основная задача наносить ущерб вот здесь из клинча, да. Не дать самому Селиверстову развернуться и попробовать пробить тяжелыми своими ударами. А вот попытка от Селиверстова уже пройти партнер. А тут уже Солджан готовит себе позицию под ударчики в клинче. Спокойно, Асу, спокойно. Спокойно, спокойно показывает. Заряжает колено, смотри, заряжает. И дотянулся к колено. Дотянулся Солджан и пошел. Оп, да, промахнулся, попал очень плотно. Справа. И уйдет, вот от Селиверстова. Вот там и до этого Солджан очень опасно. Это, конечно, друзья, поищу пока что. Просто космического уровня интрига у нас висит в клетке. Воздух можно руками трогать в помещении. Владимир поднимается. Колено пробивает здесь Селиверстов. Асулджан еще одно. Еще одно, да. Это очень неприятно, друзья. Это как футбол, если во дворе проиграл, и вот по тормозам выписывали, вот это то, что сейчас делает. Ну и понеприятнее может быть еще даже, да. Это то, что делает Бакаджанулы. Хорошо, в клинче отрабатывает очень уверенно Селиверстов. Ну и, друзья, я не знаю, очень однозначный раунд в исполнении Селиверстов. Очень уверенное начало боя. Ждем продолжения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поточнее, прямо на точку здесь направо. Надо легкнуть. Надо легкнуть. Он медленно проходит. Медленно проходит. Ты можешь встретить. Марки, до конца. Выходим, выходим. Протри его, протри его. Все, вышли. Ага. Все, ничего. Капа. Капа. Готово, бой. Второй раунд. Бой на бой. Бой на бой. Ну что ж, вторая пятиминутка у нас в первой пятиминутке. Ух ты. Попытался Селиверстов. Немножко, да, сбить с толку здесь. Решил наживстать, да, у нас Вова? Ну, Бахаджанулы, надо быть честными. Весь первый раунд откровенно лидировал, да? И как многим могло, даже некоторым и показаться, что 10-8 могли отдать тот раунд. Судьи. Но при этом уверенно, уверенно забрал первый раунд все-таки Ассалжан. Бахаджанулы там был полностью как бы триминарно. Да, вне зависимости от счета, там как бы все понятно с лакем пятиминутком. При этом Селиверстов так, видимо, и постарался поменять все в начале второго раунда. А у Владимира такой удар, что одним таким ударом можно все поменять. Стопы отбивает. Бедра отбивает своего соперника постоянно здесь, да. Посади, посади его, подсказывает здесь Ассалжану. Бахаджанулы попытался, а не попытался, а уверенно так перевернулся. И спокойненько так положил его. Ну, Ассалжан в борьбе сегодня себя показывает очень даже прилично. А почему бы нет, если это идет на пользу, и это идет по меди. Потому что тут на сопернике можно чуть-чуть полежать, подышать. Не давая ему вставать, попробую его здесь законтролировать. Ну да, это предсказуемое развитие событий для Ассалжана. А у Ассалжана есть, кстати. О, смотри, решил... Ну нет, я так думал, что будут удары. Ой-ой, какой локоть короткий там продевает Ассалжан. Ассалжан-то тоже сам пропустил конкретно, но хватило сил приподнять Вову. И Селиверстов не дал себя бросить пока. Ассалжан-то, да, снова начинает разбивать своего соперника. Ассалжан, несмотря на все, это первым номером продолжает работать. И там даже нет рассечения, хотя мне показалось, что локоть залетел очень-очень опасно. У Ассалжана, кстати, есть победы досрочные именно приемами. Одна есть у него на счету, одна победа и плюс одно поражение. Владимир пока вынужден защищаться. Ну и все, вот это время Ассалжан зарабатывает себе статистику контроля в этом поединке. Даже... О, ступо отбивает. Вносительно безопасный для себя дистанции, контролирует соперника и при каждом удобном случае вот так короткими боковыми еще и разбивает его. В принципе, у него очень хорошо так получалось работать в первом раунде. Селиверстов решил на дистанцию идти. Вывернулся там Владимир, да, и остается на дистанции. Ну, получится ли что-то у него, хотя, как мы знаем, сильно бьющий боец, панчер всегда имеет шанс. Да, это правда. Ой-ой-ой, вот вам и ответ, что может произойти. И вот эта хлесткая двойка может все поменять. Могла бы, если бы на месте Бахаджана Луи был бы кто-то другой. Но он выдержал эти два удара. Ну, Селжан, да, все держит. Пока все он держит. Ручки выше, Ассал, ручки выше. Ручки выше подсказывают действительно, да, там. Пас на миддл кик. Плотный миддл, да, но там куда-то в район живота. Мне кажется, да, он так проскользил больше, чем попал. Полу мимо. Скажем так. А Селжан опять начинает выцеливать. Слишком большие. Он берет паузы. Ну, подустал немножко. Да, и вот эти паузы старается заполнять Селиверстов. Владимир очень опасно бросает длинную дальнюю свою правую руку. Ух ты! Пытался встретить, а перкотом просвистел мимо головы. Да, Селжан этот удар. Начинает дергать немножко здесь. Такое ощущение, что так побыстрее пока Селиверстов. Быстрее он успевает думать. Быстрее он успевает так контратаковать. Подвымахался, да, немножко Селжан? Ну, возможно. Так подпристроился, может, в том же плане еще и Селиверстов. Ну, зато тейкдауны есть. Так уверенно, да, переводит сюда на пол. При этом, смотри, Селиверстов сразу поднимается. Здесь в клинче акцентированных ударов особо нет. Здесь просто обозначает преимущество Селжан. Да, небольшое давление, контроль. Вот опять вот эти отбивания стоп. Да, колени в бедра. Почему нет? Колени по внутренней поверхности бедра. 30 секунд подсказывают там, да, Селжану. Слышит это, конечно же, и Владимир. Попытается ли он что-то сделать, выйти из этого положения. Второй раунд, наверное, получше смотрится Селиверстов, нежели первый. Да, 100%. Но при этом, мне кажется, все-таки Махаджанулы все-таки продолжает лидировать пока в этом поединке. Но, опять же, это полутяжелый вес. Тут все может быстро меняться. Каждая точка попадания в этих маленьких перчатках, да. Мы видим, вот как раз на такой удар и заряжался там, да, Селиверстов. Ждем третий раунд. Интересный бой, друзья. Спасибо. Он не может встать оттуда. Он не может встать. Все, выходим. Выходим, выходим. Покажи мне. Закончили, вышли, парни. Третий заключительный. Готовы? Бой! Третий раунд. И мы смотрим заключительные пять минут противостояния Солжана по Кажанулы и Владимира Селиверстова. Главное событие сегодняшнего, да, нашего карта. Да, RC Intra 28 подходит к концу турнир. И шикарный поединок завершает наш карта. На ногах двигается Владимир Селиверстов. Да, он понимает, что застаиваться ни в коем случае нельзя. После того пропущено удар в первом раунде. Тем более. Затянулась пауза. Так, пока такая у нас война финтов. А Солжан ищет, ищет, ищет. Селиверстов старается подловить навстречу. В эпизоде где-то казалось, что там буквально что-то и удар то ли с развороту, то ли бэквист. И опять длинный пауз. А Солжан решил бороться. А Солжан решил нейтрализовать сильную сторону соперника. Но это безопаснее возможно. И, судя по всему, синица в руках А Солжан вполне устраивает. Минута прошла. Руки выше. Он только это будет делать. Только это. Ногами дергает Селиверстов. Солжан опять прорывается на среднюю дистанцию. Руки высоко. О, ну нужно держать и подсказывать ему. Это угловые. Такое ощущение, что у Владимира Селиверстова открылось второе дыхание. Он хорошо себя чувствует. И где-то даже чаще начинает так подлавливать соперника вот этими встречами длинными ударами. А Солжан подзамедлился. Это правда. Подзамедлился и подустал. Право, влево. Пошел, пошел. Надо добавлять. Он не работает. Он не работает. Лоу-кик. Да, ребята много сил потратили в первых двух раундах. И поэтому начало третьего раунда пока спокойное относительно. Немножко на ногах. А рефер Максим Протасов призывает к активности. А Солжан здесь воспользовался попыткой тейкдауна. По затылку там показывает Селиверстов. Честно, я бы не сказал. Рефери тоже не согласны с Владимиром. Отличный лоу-кик снова от Бахаджанулы. Потому что попадает он хорошо эти лоу-кики. И опять же Солжан идет за тейкдауном. Попытается он перевести. Селиверстов, кстати, достаточно неплохо защищается от вот этих проходов. И показал сегодня, что он хорошо умеет подниматься оттуда. Сразу находит вот эти лазейки. А вот это лазейки Селиверстова. Интересное развитие событий. Показывает он сверху. Ну что ж, посмотрим. За две минуты до конца боя. Получится ли у него, так вот скажем, перевести поединок. Перевернуть поединок с ног на голову. Посмотрим. Владимир сейчас пытается занять хорошую позицию. Коленом отрабатывает в бедро сопернику. Сил уже не очень много. Держит за перчатку там немножко наябеднейшего, скажем так, Селиверстов. Рефери. Асалжан немножко поднабрался силы. Поднялся на ноги. Старается коротко отрабатывать левым боковым. Да, там себе за голову пытается бить. Провернулся Асалжан. И тут же приклеивается обратно Селиверстов. Но в этот раз неудачно. И полторы минуты до конца боя. Очень нервная концовка. Ребята, вот прям видно, что оба могут ударить очень тяжело. И силы-то есть еще вроде, да, и каждый понимает, что не рискуют. Да, не рискуют. Идя вперед, ты можешь пропустить и сам. Поэтому и тот, и другой это понимают. И так подопасаются где-то. Кто первым рискнет, а? Такое встает Владимир на ноги. Плохно старается, видимо, готовить удар. Попадает справа, но не так акцентированно. Асалжан выцеливает, выцеливает, выцеливает опять на правую руку. Но отрабатывает пока только передней рукой. Попытка прохода, но нет. И здесь уже Асалжан даже на ближний не успевает пробить. Посвежее выглядит все-таки Селиверстов. Это правда. Да. Ну, как будто вот не рискует. Асалжану выглядит неужели пинвау. Селиверстов пошел уже за тейкдауном. Такой фолл последней надежды, как говорится. Нужно, нужно, нужно это Асалжану. Концовка 10 секунд. Опасно. И попался Ливерстов, но гонг, дорогие друзья. И бой окончен. Интересно, что же там посчитали судьи. Очень-очень ждем. Дамы и господа, давайте еще раз поаплодируем бойцам. Итак, по окончании трех раундов со счетом 29-28 на карточках всех судей единогласным решением победу одержал... Асалжан Бахиджамалы!